приветствую с вами дмитрий сеть отелей max rooms сегодня у нас довольно таки необычный выпуск сегодня мы рассматриваем гостиницу волга и у нас есть система управления данном отеле это рандеск 24 и что мы хотели бы сделать здесь мы бы хотели здесь упорядочить те тарифы которые те тарифы и те пакеты которые до этого были здесь точнее их просто попросту удалить и пересмотреть вообще в принципе политику использования таких тарифов поэтому сейчас у нас будет достаточно с одной стороны как бы интересно с другой такое достаточно муторное занятие но оно нужно и она для нас является основным что у нас есть у нас есть основной мы так и назовем потому что гибкий завтрак а у нас и так мы так знаем что у нас тариф завтраком всегда основной у нас есть тариф помимо него мы оставляем это основной пакет извините тарифов у нас будет множество для множества каналов также у нас будет множество пакетов но пакеты мы будем сегрегацию будем производить очень интересным способом как бы поэтому тут стоит удаляем старые предложения все равно у нас они будут по-другому выглядеть следующий раз вот и все оставляем пока так что же мы для себя сделаем мы должны распланировать систему таким образом чтобы у нас четко всегда формировалась цена образования поступенчато как-то осмысленно и всегда было понятно для чего мы это делаем и почему либо мы это делаем для того чтобы стать более конкретно способными на том или мы в любом случае мы это делаем для этого стоит понимать, что либо мы это делаем для того, чтобы у нас цена с конкурентами была бы более-менее конкурентоспособна, либо чтобы у нас паритет соблюдался, либо и то и другое. А именно поэтому мы сейчас должны понять, на какой шаг мы должны решить, то есть пошагово хорошо, каким образом пошагово. В данном случае будет все достаточно просто, будет шаг пять процентов, то есть плюс пять процентов будет пакет, будет пакет плюс 10 процентов, будет пакет плюс 15, плюс 20 и так далее. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы каждый раз, когда мы применяем скидку на каком-либо канале, а мы ее применяем, внутреннюю какую-то скидку, мы скидку вряд ли выставляем с вами на какое-то другое кратное значение. То есть 18 процентов скидка, да, иногда бывает, конечно, такое 19, 17, 16, но это уже отдельные индивидуальные случаи. В данном случае мы пакет будем составлять таким образом, чтобы у нас скидка, вот эта вот она, так, здесь забыли плюсик, чтобы скидка, вот эта вот она применялась к каждому каналу индивидуально. Здесь даже поставим плюс 0,5 процентов, чтобы у нас грамотно, да, вот так вот располагалось все. Плюс 25 процентов. Почему плюс? Потому что если мы делаем минус 15 процентов, то мы взаимозаменяем на плюс 15. Здесь представим математика, даже если можно там сделать так, что у нас будет там скидка 20 процентов, мы выставляем плюс там 10, чтобы у нас была 10-процентная разница. То есть мы в этом случае высчитываем таким образом и с каждым отелем работаем именно так. Чтобы, конечно же, ничего не упустить. Плюс 40 процентов. Вот уже у нас пошли рейты такие более праздничные, скажем так, то есть 45 процентов. 50. То есть мы здесь не мыслим какими-то поднимите сумму там на столько-то рублей. Нет, это все понятно. Это уже будет отдельный индивидуальный пакет, если он понадобится. Прямо временно его создать, потом удалить. Зачем он нужен, когда это временная мера, если кто-то там, если нужно там, какая-то, какое-то достаточно маленькое количество. И обязательно, когда мы будем с вами делать этот пакет, нам нужно сумму округлить до какого-то значения, чтобы не было бы видно, что это как-то искусственно цена создавалась. И в данном случае это будет для клиента как-то более спокойно. Здесь мы все сделали. Далее мы просто основной тариф. Копируем с изменением. Вот, допустим, плюс 5 процентов. Старая цена на 105 процентов. Скопировали. Пошли дальше. Это, можно сказать, основа основ, которую мы с вами делаем для того, чтобы в будущем составить грамотную ценовую политику. и вести продажи без каких-то вмешательств уже сторонних. ну, думаю, показывать дальнейшее уже бессмысленно, потому что дальше нам останется только вот так и таким образом присвоить все, что здесь есть. можно сколько угодно это все создавать, потом присваивать в ревню, поэтому было бы очень здорово, если бы это было бы на уровне автоматизации, но пока что мы это делаем руками. и это именно цель, в принципе, главное продажа следить за диапазоном вот этим вот. если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на нас. наша сеть отелей MaxRooms помогает бизнесу, и если у вас есть свой отель, вам интересные условия франшизы, их можно найти по ссылке в описании на нашем сайте, либо по номеру телефона. также указаны ссылки в описании. на этом все. с вами был Дмитрий, сеть отелей MaxRooms. всего доброго!